вы на канале узоры по петель на с вами я ирина ягодинская и полюбуйтесь на этот узор посмотрите на это волшебство посмотрите на этот объем на эту великолепную роскошную рельефность посмотрите насколько красиво выглядит этот узор из длинных вытянутых петель это пряжа alize angora gold вот тот же узор но из другой пряжи это акрил 300 метров в 100 граммах и спицы три с половиной миллиметра выглядит он плотнее но очень красиво великолепно вытянутые петли создают удивительно красивый рельеф превосходно подойдет для вывязывания шапок беретов джемперов свитеров жилеток но практически на любой случай жизни вот еще один образец я связала и этим же узором посмотрите это пряжа cotton baby или baby cotton мы все знаем что cotton пряжа очень такая сложная она не растягивается она плохо держит форму но не в этом случае мои дорогие посмотрите посмотрите она как резиночка стягивается обратно посмотрите как прекрасно и рельефно даже cotton держит объем и держит форму как этот узор укротил такой непослушный cotton схема узора не пугайтесь я уже объясняла что сначала лучше связать или посмотреть видео узор вяжется просто но вот зарисовать его на схеме довольно тяжело проще все-таки написать словами первый ряд и так дальше и тому подобное тем не менее я попробовала зарисовать и рекомендую вам пользоваться этой схемой для того чтобы просто вспомнить что когда и зачем мы вяжем взглянули во время работы вспомнили и продолжаете узор простой запоминается очень быстро а относительно схемы на схеме указаны все 12 рядов раппорта раппорт это постоянно повторяющаяся часть высоту ряды нарисованы красным и синим цветами красные цвета это изнаночные ряды начинаем мы вязать наш узор с изнаночного ряда синие цвет это лицевые ряды и так мы начинаем с изнаночного ряда провязываем резинку 2 на 2 лицевые и изнаночные провязываем 1 изнаночный 2 изнаночный лицевой и третий изнаночный и в четвертом ряду между двух лицевых петель под 3 перетяжкой я покажу как это вытягиваем две длинные петли они оказываются под середине между двумя изнаночными и двумя лицевыми в пятом изнаночном ряду мы провязываем опять-таки классическую резиночку 2 на 2 а вот эти длинные вытянутые петли мы просто переодеваем с левой спицы на правую не провязанными единственное условие и минуточка внимания что рабочая нить должна все время быть впереди переставляемой длинной петли чтобы не прошить ее к полотну шестом лицевом ряду мы провязываем попарно правую и в левую сторону длинные вытянутые петли с изнаночными которые расположены по сторонам от двух лицевых то есть мы провязываем одну длинную петлю с одной изнаночной вместе лицевой с наклоном вправо а другую вытянутую петлю провязываем следующий изнаночной вместе лицевой с наклоном влево вот собственно говоря и все хоть и выглядит этот рисунок загадочные непонятно затем провязываем простите 7 изнаночный ряд в этом седьмом изнаночном ряду мы сми меняем положение петель расположение там где у нас вязалась резиночка 2 на 2 где были две лицевые мы начинаем вязать 2 изнаночные то есть мы провязали половину нашего раппорта начинаем вывязывать вторую половину раппорта и это вторая половина раппорта смещается относительно первой части в шахматном порядке поэтому там ее у нас были лицевые в изнаночном седьмом ряду мы вяжем изнаночные а там где были изнаночные вяжем лицевые и опять провязываем 3 ряда лицевых и уже потом четвертом ряду начинаем между двумя лицевыми доставать одну длинную петлю все это очень просто посмотрев видео вы поймете что сложности никакой мои дорогие все мы сможем связать это все просто и доступно но вот если начинать вязать сразу по схеме можно запутаться и не понять так что я рекомендую вам все-таки использовать схему как напоминал очку раппорт узора в ряду 4 петли для того чтобы набрать необходимое количество петель для вывязывания узора нужно набрать такое количество петель которое будет делиться на 4 плюс 2 петли для симметрии ряду нас начинается из двух петель лицевых двумя петлями и лицевыми он должен закончиться плюс 2 петли кромочные вот собственно говоря и все берем спицы и приступаем вот посмотрите основа нашего узора резиночка 2 на 2 мы провязали 3 ряда 1 2 и 3 3 ряда резиночки между вот этими лицевыми петлями посмотрите внимательно между двумя лицевыми есть перетяжки 1 2 и 3 и вытягивать длинную петлю мы будем под тремя перетяжками из самой нижней дырочки между двумя лицевыми ну что ж давайте приступим начинаем вывязывать узор кромочную снимаем не провязанной две петли изнаночные между двумя лицевыми отсчитываем 1 перетяжка 2 перетяжка 3 перетяжка и из нижней дырочки вытягиваем длинную петлю и все провязываем 2 лицевые не затягивая чтобы вязание не скукожилось из этой же дырочки мы вытягиваем еще одну длинную петлю 2 изнаночные опять 2 лицевые 3 перетяжки сверху 1 2 3 и вот из этой дырочки между лицевыми мы вытягиваем длинную петлю вытянув ее мы провязываем две лицевые не затягивайте вязание из той же дырочки достаем еще одну петлю тоже длинную дальше по узору 2 изнаночные подходим к следующей паре лицевых первая перетяжка 2 и 3 под третью перетяжку в дырочку вводим спицу и достаем длинную петлю достали провязываем 2 лицевые 1 2 из этой же дырочки достаем еще одну переную петлю провязываем 2 изнаночные очередная пара лицевых 1 перетяжка 2 перетяжка 3 под третью перетяжку из дырочки достаем длинную петлю 2 лицевые из той же дырочки достаем еще одну длинную петлю 2 изнаночные следующая пара лицевых 1 перетяжка 2 перетяжка 3 из нижней дырочки под тремя перетяжками достаем одну длинную петлю после этого провязываем 2 лицевые и еще из той же дырочки достаем одну длинную петлю 2 изнаночные и последняя пара в этом ряду лицевых из нижней дырочки достаем одну длинную петлю провязываем 2 лицевые достаем вторую длинную петлю провязываем 2 изнаночные и кромочную изнаночной вот на протяжении всего ряда между каждой парой из двух лицевых мы вытянули по 2 длинные петли разворачиваем наше вязание очень важный изнаночный ряд снимаем кромочную петлю 2 петли лицевые ниточку перебрасываем вперед и переснимаем длинную петлю вот она мы ее не провязываем но следите чтобы ниточка была впереди этой петли если она окажется за этой петлей то она вот так вот пришьет ниточку к петлю к полотну так что это важный момент будьте внимательны ниточка перед переснимаемой петлей все длинные петли мы просто переснимем а узор то есть резиночку провяжем 2 изнаночные длинную петлю переснимаем 2 лицевые длинную петлю переснимаем ниточка перед работой 2 изнаночные длинную петлю переснимаем ниточка впереди 2 изнаночные длинную петлю переснимаем 2 лицевые длинную петлю переснимаем 2 изнаночные длинную петлю переснимаем не провязанной 2 лицевые длинную просто переснимаем что же с этой резкостью 2 изнаночные а длинную петлю переснимаем и ниточка перед петлей 2 лицевые длинную петлю переснимаем ниточка перед петлей 2 изнаночные длинную петлю переснимаем ниточка перед петлей 2 лицевые кромочная изнаночной следующий ряд узора мы провязали опять-таки с изнаночной стороны резиночку 2 на 2 а все длинные петли просто пересняли пересняли их так чтобы их ниточка рабочая не пришила к полотну то есть постоянно рабочая нить была перед переснимаемой длинной петлей кромочную снимаем не провязанной 1 петля изнаночная длинную петлю и вот эту вот изнаночную нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо поэтому мы вводим спицу слева направо и провязываем вместе две эти петли следующие у нас две лицевые есть длинную петлю мы должны провязать со следующей изнаночной вместе лицевой с наклоном влево значит мы просто провяжем их вместе но в этом случае следите чтобы эта петля не была перекрученной чтобы она лежала просто ровненько если вдруг она перекрутилась разверните ее эти две петли провязываем вместе разворачивать не нужно следующие композиция из множества петель лицевую длинную и изнаночную нужно провязать вместе с наклоном вправо поэтому мы вводим спицу слева направо и провязываем их вместе две петли лицевые эти две петли длинную и эту изнаночную нужно провязать вместе с наклоном влево то есть мы их просто провязываем и они наклоняться влево главное следить чтобы вот эти петли не перекрутились следующая партия петель 2 петли изнаночную и длинную нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо вводим спицу в этой петли слева направо 2 лицевые длинную петлю провязываем с изнаночной с наклоном влево эти просто провязываем вместе длинную петлю с изнаночной провязываем с наклоном вправо а значит вводим спицу слева направо и провязываем их вместе 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Вот смотрите, эта петля у меня почему-то получилась развернутой. Мне ее нужно развернуть, чтобы она красиво и ровно лежала. Вот теперь, вводя спицу слева направо и провязав ее, она будет лежать ровной и не перекрученной. Следите за этим. Петли живут своей жизнью и разворачиваются иногда туда, куда хотят. Две петли лицевые. Две петли вместе лицевой с наклоном влево. Одна петля изнаночная, кромочная изнаночной. Мы с вами провязали половину раппорта в высоту. Сейчас в изнаночном ряду, вот в этом изнаночном ряду, мы будем вязать, начинать вторую половину раппорта. Но наша задача сместить элементы узора в шахматном порядке. Поэтому смотрите, вот изнаночная сторона. И нам видно, что у нас в начале ряда две лицевые, а затем две изнаночные. Опять две лицевые и две изнаночные. Нам нужно поменять эти петли местами. Нам хорошо видно, что здесь было две лицевые. Значит, не задумываясь ни о чем, мы вывязываем первыми поверх этих двух лицевых две изнаночные. Меняем расположение петель. Кромочную снимаем непровязанной. Видим, две лицевые петли у нас было. Значит, сейчас мы вяжем две изнаночные. А дальше просто резиночка два на два. Никаких проблем. Провязываем первый ряд резиночкой. Он у нас будет изнаночный. Затем один ряд лицевой. Затем еще один ряд изнаночный. И начнем вытягивать длинные петли. Итого, в общей сложности, мы должны с лицевой стороны иметь три ряда резинки. Вот первый ряд резинки мы провязали. Поменяли расположение петель. Сейчас вяжем лицевой ряд резиночкой два на два. И возвращаемся по изнаночной стороне тоже резиночкой два на два. И встретимся. Ну вот, мои дорогие, мы с вами провязали три ряда резиночки два на два. Вот они, наши три ряда. И продолжаем узор. А значит, из промежутка между двумя лицевыми мы видим три перетяжки. Вот они, три перетяжки. Раз перетяжка, два перетяжка, три перетяжка. Под третью перетяжку, в дырочку, вводим спицу. И из этого места будем доставать петлю. Но поскольку у нас две лицевые находятся на краю, мы достанем только одну длинную петлю, которая будет ложиться в эту сторону. То есть, мы свяжем половину вот этого вот цветочка. Итак, провязываем две лицевые. Вводим спицу под третью перетяжку. Раз, два, три. Достаем длинную петлю. Это только половина вот этого цветочка. Поскольку в эту сторону нам соединять петлю не будет с чем. Две петли изнаночные. А вот уже здесь у нас начинаются полноценные цветочки. Раз перетяжка, два перетяжка, три перетяжка. Вводим спицу под третью перетяжку. Достаем одну петлю длинную. Провязываем две лицевые. Из этой же дырочки достаем вторую длинную петлю. И провязываем дальше по узору две изнаночные. Отсчитываем раз перетяжка, два перетяжка, три перетяжка. Под третью перетяжку вводим спицу и достаем длинную петлю. Провязываем две лицевые. И опять-таки с этой дырочки достаем еще одну длинную петлю. Раз изнаночная, два изнаночная. Между двумя лицевыми отсчитываем раз перетяжка, два перетяжка, три перетяжка. Из дырочки под третьей перетяжкой достаем длинную петлю. Провязываем две лицевые. И с той же дырочки достаем еще одну длинную петлю. Две изнаночные. Следующая пара лицевых. Из дырочки между ними достаем одну длинную петлю. Провязываем две лицевые. И достаем еще одну длинную петлю. Две петли изнаночные. При вывязывании этого узора постоянно пересчитывать эти перетяжки вы уже не будете. Вы будете видеть, куда нужно ввести спицу. Это очень заметно и очень, скажем так, становится буквально просто. Пересчитывать каждый раз эти три перетяжки нет необходимости. Последняя пара лицевых. Из этой пары лицевых мы достанем только половину вот этого вот цветочка. Итак, отсчитываем раз, два, три. Вводим спицу. Достаем одну длинную петлю. Провязываем две лицевые. Вторую длинную петлю не достаем. Ее здесь нет изнаночной, не будет с чем ее соединять. Поэтому получим только половину элемента нашего вывязываемого. Кромочная. Разворачиваем наше вязание. Следующий ряд узора. Кромочную снимаем непровязанной. Две петли изнаночные. Большую длинную петлю переснимаем непровязанной и ниточка впереди этой петли. Ни в коем случае не за ней. Две петли лицевые. Переснимаем длинную петлю. Ниточка впереди. Две петли изнаночные. Переснимаем длинную петлю. Две петли лицевые. Переснимаем длинную петлю. Две петли изнаночные. Переснимаем длинную петлю. Ниточка перед длинной петлей. Две петли лицевые. Переснимаем длинную петлю. Ниточка перед ней. Две петли изнаночные. Переснимаем длинную петлю. 2 петли лицевые переснимаем длинную петлю, 2 петли изнаночные переснимаем петлю, 2 лицевые переснимаем, 2 изнаночные переснимаем, 2 лицевые переснимаем, 2 изнаночные кромочные изнаночные. Как видите, узор вяжется очень быстро. Это я медленно и доходчиво пытаюсь вам рассказать и показать. А вяжется все это очень быстро. Как только вы поймете смысл вывязывания этого узора, вы увидите, как быстро это все происходит. Итак, кромочную снимаем непровязанную. Две петли лицевые. Соединяем попарно только длинные петли и изнаночные. В этом случае петля должна наклониться влево. Две петли вместе с наклоном влево. Переставлять ничего не нужно. Но если вы присмотритесь, то эта петля у меня перекрученная. Развернем ее, чтобы она была ровненькой. И уже теперь провяжем их вместе. Вот, теперь она красиво выглядит. Следующие две петли, длинная и изнаночная, тоже нужно вязать вместе с наклоном вправо. Поэтому вводим спицу слева направо и провязываем их вместе. Две петли лицевые. Две петли вместе лицевой с наклоном влево. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, вводим спицу слева направо и провязываем их вместе, 2 петли лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, вводим спицу слева направо и провязываем их вместе, 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, две петли вместе лицевой с наклоном вправо вот если я провяжу сейчас то у меня эта петля будет перекручена поэтому мне ее нужно развернуть разворачиваем провязываем слева направо и она лежит красиво и ровно следите за этим повторю еще раз что петли живут своей жизнью и уследить за ними бывает очень трудно но мы стараемся если петля лежит неправильно разверните ее и все дела вот эти почему-то у меня последние петли все развернулись не в ту сторону 2 лицевые кромочные изнаночной опять-таки разворачиваем наши изнаночные мы с вами дорогие мои провязали весь раппорт высоту это вот он и есть это и есть раппорт высоту это и есть часть узора которая постоянно повторяется следующий изнаночный ряд что же с этой резкостью сумасшедшее дело следующий изнаночный ряд мы начнем вязать и наша задача поменять расположение петель определить проще простого нам хорошо видно что здесь первыми вязались 2 изнаночные значит в этом ряду мы начнем вывязывать вывязывать на месте изнаночных 2 лицевые провяжем 3 рад ряда до того как начнем вытягивать с лицевой стороны длинные петли вот собственно говоря и весь узор я очень надеюсь что понятно вам донесла его суть очень прошу прощения извиняюсь за то что постоянно пропадает резкость что-то с моим телефончиком он у меня поживший немножечко так что иногда он меня очень подводит но тем не менее старичок работает и я могу снимать эти видео извините за то что резкость пропадает очень стараюсь и надеюсь что все-таки вы поняли как связать этот прекрасный и удивительный узор подписывайтесь ставьте лайки и дизлайки пишите гневные комментарии ругайте за отсутствие резкости что ж стараюсь как могу люблю целую ваша ирина